Большинство россиян, около 85%, готовы отказаться от пластиковой посуды. Такие данные приводит федеральный сервис, на платформе которого был организован опрос представителей экономически активного населения из всех округов страны. Что думают веричане по поводу отказа от пластика, узнал наш корреспондент. С приходом тепла многие отправляются на природу, чтобы отдохнуть вблизи водоема, искупаться и, конечно, перекусить на свежем воздухе. И, как правило, кроме шашлыков, массово закупают одноразовую посуду. Стаканы, тарелки, вилки и ложки – самые популярные атрибуты для трапезы на природе. Однако большинство отдыхающих после себя оставляют пластиковый мусор на природе, да еще и зачастую в самых живописных местах. И о колоссальном экологическом вреде, увы, но мало кто задумывается. Тенденция постепенно меняется. Сегодня 45% опрошенных однозначно заявили о своей готовности отказаться от пластиковой посуды. А еще 40% скорее согласны на такой шаг. Чаще выбор поддерживают молодые респонденты в возрасте до 34 лет. 46% из них однозначно готовы отказаться от пластика, а 41% скорее готовы. И вот почему. Удобно, потому что мыть потом ничего не надо, выкинула все. А то 100 гостей позовешь, потом еще мыть после них. А отказаться готовы от использования такой посуды? Наверное, да. Ну а почему бы и не отказаться? Ну, помоем, ничего страшного. А вы? Ну да, наверное. Ну, просто с собой неудобно таскать стеклянную посуду, она может разбиться. Ну, отказаться бы смогли? Да, конечно. Это полностью вообще не проблема, потому что это загрязнение природы, и как бы нужно легко отказываться от этого, я считаю. На природу я беру обычно какие-то булочки, ну, то есть для чего не нужна посуда, как бы такие продукты, фрукты какие-то. На разы ни к чему они. Надо, если на пикник, надо с собой тарелочку взял, с собой и убрал. А на разы бросают. И всего лишь засоряем и нашу природу. Если же использовать пластиковую посуду, то надо ее за собой убирать, считают студентки Дарья и Арина. Девушки учатся на третьем курсе Тверского университета по специальности география и геоэкология. Недавно они разработали специальное приложение по раздельному сбору мусора. У нас даже был такой проект про сортировки мусора, и мы разрабатывали эту идею. Приложение, которое дало бы пользователям, то есть обычным гражданам, они бы сортировали мусор, и им за это бы давали какие-то баллы, возможно, скидка в магазине. Получили сертификат, и, возможно, в будущем будем разрабатывать. Но если у нас получится, все. Однако не все тверичане готовы отказаться от использования пластиковой посуды. 4% точно не готовы этого сделать, а еще 11% скорее не готовы. Они объясняют свою позицию тем, что пластиковая посуда удобна, однако если ей будет найдена экологичная и недорогая альтернатива, они с легкостью откажутся от пластика. Ее удобно выкинуть, ну, допустим, в мусорку положить, ну, покушать и выкинуть в мусорку. А я с собой стаканчик ношу. Все. Отметим, что с 1 сентября этого года вступает в силу проект постановления федерального Минпромторга, предполагающий в частности запрет наоборот некоторых видов бутылок из полиэтилена, которые не подлежат переработке или затрудняют ее.